Ну и совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит, меня сориентировали наши помощники, я даже как-то и не обратил внимания в социальных сетях на него. Обмены военнослужащих между Россией и Украиной. Совсем недавняя. Я бы этот вопрос и не поднимал. Обычная работа, она определена президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь у россиян на порядок больше пленных. Россиян в Украине гораздо меньше, я это тоже знаю уже из уст украинцев. Но если бы наши беглые, вот обратите внимание, не заметили, что пропал человек, который пытался взорвать российский разведывательный самолет Мачурыч. Помните? Пропал. Ну естественно, они его нашли в Украине. Ах, обменяли. Как так обменяли? Ну так вы радуетесь, что ваш человек сегодня в Украине. Что он, ну я не знаю, там он свободен, не свободен, ну наверное свободен. Родители его встретили. Диверсанта. Все было просто. Это была просьба президента России. Если есть возможность помочь освободить известного священнослужителя Иоанна Фана, вы помните, об этом говорили. Ну, украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю, ну что будем делать? Ваше решение. Поэтому мы этого человека отдали в Украину. Они нам отдали священника. Ну и заодно я попросил украинцев. Я думаю, у вас же там есть тяжело раненые россияне. Верните нам. Они еще троих передали. Все на колясках. Мы приняли их в районе Бреста. Передали россиянам в районе Гомеля. Один без глаза, второй без рук, третий без ног. Один из известных людей военных в Украине сам предложил этих людей и попросил меня возьмите их, потому что они умрут. Что мне было делать? Ну да, осудили бы мы этого человека на 10-15 лет. Сидел бы он тут нашу картошку ел. Салом украинским или белорусским. Но погибли бы люди. Мы их вернули. Я еще раз говорю, что я затрагиваю этот вопрос, поскольку он сейчас бурлит и наши люди говорят, как сбежал? Откуда? Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно вам говорю, как это случилось. И никакие папы римские в этом не участвовали. Это была просьба президента России, которую мы выполнили, спасая. Особенно вот этих троих ребят, которые ну хоть как-то будут жить.